здравствуйте пандемия ковид 2019 или сарс 2 смертельно опасно не только для людей она вынуждает извините некоторые диетические привычки просто один из путей проникновения коронавируса через пищеварительную систему и если вы не изменили вовремя свое отношение к продуктам питания и напиткам то язвенный некротический энтероколит на площадь 1300 квадратных метров я думаю это серьезная мотивация для того чтобы все таки питаться правильно и в этом видео я расскажу о нескольких ошибках которые в условиях пандемии к вид 2019 могут иметь для вас критическое значение и первая ошибка которую многие раньше если она у вас уносила только здоровье то сейчас может быть опасно для жизни эта попытка исполнить рекомендацию нужно пить полтора два литра чистой воды в день напомню что вода слабая сокогонная иными словами достаточное количество желудочного сока и соляной кислоты днем у вас не образуется одна из особенностей которую нужно знать и правильно учитывать коронавирусы погибают при паш в среде 3 и ниже напомню что правильное пищеварение происходит желудке когда паш от 0 9 до 2 и 5 то есть запасом кислотность убьет коронавирусы случае если вы пьете много чистой воды вам желудке не будет достаточного количества соляной кислоты и проглотить коронавирус вы можете легко и просто пищеварительную систему и язвенный некротический энтероколит может возникнуть поэтому первая вам рекомендация забудьте про то что нужно пить полтора два литра чистой воды а пейте правильно воду такие видео десятками на моих каналах доктора скачко школа доктора скачко почитайте и вы будете знать как правильно пить жидкость воду которая будет обладать определенным сокогонными свойствами и вырабатываться соляной кислотой в которой коронавирусы легко и просто погибнут поэтому эту рекомендацию правильно используйте есть еще одна ошибка в питании которая в случае пандемии коронавирусной инфекции может быть для вас смертельный а именно нужно учитывать ту особенность что коронавирус прекрасно сохраняется при температуре минус 70 градусов и может находиться в продукте в опасном состоянии несколько лет при заморозке до минус 20 он сохраняет жизнеспособность примерно один год при нагревании в теплых условиях прекрасно находится прекрасно может быть источником инфекции и только нагревание выше чем плюс 56 градусов по цельсию для коронавируса смертельно иными словами продукты которые прошли такую тепловую обработку она становится безопасными поэтому еще один совет диетолога забудьте про сырую пищу помните правило которое пришло с востока а именно что хуже пищи остывшие есть только пища разогретая пища свежеприготовленная она безопасна в отношении коронавируса и других инфекций потому что термическую обработку инфекции не выдерживают только пища начинает остывать прошла температуру 56 градусов вы еще эту пищу не можете кушать а коронавирусы уже могут попасть и остаться в жизнеспособном состоянии но приготовили пищу она у вас остывает вы съели опасность заражения минимально если пища какое-то время находится в охлажденном состоянии коронавирусы могут накапливаться если вы ее перед употреблением вновь не разогрели до 506 градусов она опасна если вы взяли сырую пищу вы кушаете ее как кушаете виде салатиков в сыром виде овощи фрукты зелень это потенциальная опасность коронавирусной инфекцией который может развиться в организме возникают серьезные проблемы поэтому система питания под названием сыроедение она остается у вас в уме до окончания пандемии окончание пандемии очень легко просчитать вы берете цифру число выздоровевших в вашем населенном пункте оль вашей стране от коронавирусной инфекции и сравниваете с населением вашего населенного пункта или население вашей страны и когда эти цифры будут отличаться число выздоровевших будет равно примерно 20 30 процентов населения в вашей стране вы понимаете что коронавирусные инфекции начинает активно тормозить а когда цифры будут отличаться на 60 70 процентов вот тут коронавирусная инфекция заглохнет и пандемии закончится потому что не будет возможность активной передачи инфекции от человека человеку и инфекция сама по себе останавливается поэтому этот показатель очень важный вы его легко можете мониторить и понимать когда же пандемию вас закончится и вы можете изменить свое отношение к и продуктам питания и напиткам еще один миф погиб во время пандемии коронавируса это питаться можно как хочу нужно система питания нужен режим питания благодаря которому желудке почти всегда будет какая-то пища на которую будет выделяться активный желудочный сок ph3 и ниже и коронавирусы погибают и вы можете совершенно спокойно относиться к другим рекомендациям в плане профилактики вот эти вот три основных мифа я бы сказал они очень важны их нужно к ним нужно изменить отношение потому что смертность от короны вирусной инфекции достаточно высока особенно если у вас плохо работает пищеварительная система и не может снабдить иммунную систему всем необходимым для адекватного ответа случае любого заболевания особенно такого опасного как ковид 2019 или сарс 2 где вам взять больше информации вы можете взять на моем канале доктор скачком можете найти канал школа доктора скачко там много видео которых так или иначе я объясняю как лучше питаться для того чтобы вы жили лучше и дольше если вы хотите быстрее получить информацию которая конкретно касается ковид 2019 или коронавирусной инфекции под названием сарс 2 не вопрос уже опубликована моя электронная книга ковид 19 что делать вы можете найти в интернете можете прочитать можете купить можете скачать это уже говорится ваш выбор что вы сделаете там более 500 полезных советов диетолога которые так или иначе относятся к подготовки своего организма случае заболевания что делать при разных проявлениях болезни ну и как выйти из болезни с и здоровьем и жить лучше и дольше дальше вот этой позитивной ноте это видео буду заканчивать привычный подписчикам моих каналов словами крепкого здоровья и разумного к нему отношения пока вы думаете кому отправить ссылку на это видео можете поставить лайк можете сделать репост но самое главное оставайтесь дома до окончания карантина слушайте руководителей системы здравоохранения которые четко знают какое количество больных сейчас есть какой темп заражение населения можно выдерживать для того чтобы аппараты и вл искусственной вентиляции легких не простаивали но работали эффективно потому что это единственный способ выйти из болезни в случае одного из опасных путей заражения через легкий если вы не знаете как правильно дышать кстати такое видео моем канале есть ссылку на него видите также очень важно знать как правильно питаться и такое видео уже есть на моем канале ссылку вы наверняка видите смотрите видео на моем канале подписывайтесь если вы не подписчик и больше полезной информации будет вам доступна Также вы в одном из следующих видео узнаете, как правильно моргать в случае того, если вы оказались в очаге коронавирусной инфекции. Это тоже очень важная информация, которая появилась относительно недавно. И такое видео в скором времени вы узнаете. А также, какие режимы питания нужны для людей с разным состоянием пищеварительной системы, чтобы не пустить коронавирус в ваш организм. До новых встреч на моих видеоканалах «Доктор Скачко» и «Школа доктора Скачко» — это YouTube. А также «Школа доктор Скачко» в Инстаграм.